Рейдерские захваты, в том числе и федерального имущества, сегодня уже мало кого удивляют. И на фоне громких московских скандалов, история с мнимым банкротством Западно-Сибирского территориального научно-исследовательского и проектного института агропромышленного комплекса, возможно, и не выглядит настолько эффектно. Несколько лет назад, уже отбившись от попытки рейдерского захвата, сегодня институт столкнулся с новыми угрозами. После землетрясения в Горном Алтае мы отпроектировали вот эти все школы. Это чуть раньше проект был в Криводановке, Кудряшевский мясокомбинат. Портфолио реализованных проектов Запсибнипи Агропром может позавидовать любая проектная организация. Но сегодня институт, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, на грани банкротной бездны. Но перед тем, как раскрыть обстоятельства этой аферы, отнесемся на несколько лет назад. Именно тогда Дамоклов меч мнимого банкротства впервые был занесен над институтом. В марте 2010 года в отношении данного общества уже была введена процедура банкротства. И по августу 2013 данное общество находилось в процедуре банкротства, которая была, в общем-то, спровоцирована незаконными действиями. Было установлено, что это мошенничество, по подложным документам были переданы материалы в следственные органы. Возбуждено дело, расследовано. Таким образом, первая попытка захватить часть здания не удалась. В сентябре 2012 по приговору Ленинского суда идеологи псевдобанкротства получили условные сроки. Это и позволило вытянуть институт из банкротной трясины. Некоторые договоры по тексту приговора были признаны ничтожными, недействительными. И нам удалось исключить из реестра задолженность порядка 7 миллионов. И в августе 2013 года процедура банкротства была прекращена. Принято считать, что снаряд не падает в одну воронку дважды. Но акционерка, владеющая почти тремя этажами в хлебном месте, продолжала быть интересна для тех, кто в средствах неразборчив. В сентябре 2011 в территориальное управление Росимущества поступила информация о том, что руководству института предъявлен исполнительный лист о взыскании суммы долга ни много ни мало, а в 9 миллионов 700 тысяч рублей. Но где госпредприятие успело так наследить? Стартом этой игры по-крупному стал договор строительного подряда между никому неизвестной ОООшкой СИБ «Регион Монтаж Строй» и городской общественной организацией «Право и недвижимость». В апреле 2009 стороны всего-то договорились о проведении отделочных работ. Если вы спросите, какое отношение эта бизнес-инициатива имеет к госсобственности, ответим, что ни на есть прямое. Дело в том, что «Право и недвижимость» арендуют более 500 квадратных метров в здании института на Немировича Данченко-165. Именно их сердобольная общественная организация якобы и решила реанимировать. Через год на божий свет появился и акт, подтверждающий долг за ПСИБ НИП «Агропром» перед своим арендатором. Аж на 5 миллионов 700 тысяч рублей. За те самые отделочные работы. Оговоримся сразу, ремонт в этих стенах действительно был. Но он производился еще в середине нулевых, когда здесь обреталась апелляционная инстанция арбитражного суда. Очевидцы говорят, что когда ремонтировались эти помещения, спрашивали вроде бы у судей, в какой бы цвет они хотели покрасить. Вот с этой стороны они решили, что это будет розовый, а вот с этой они решили, что это будет, какой он там называется, персиковый. С тех пор эти цветовые предпочтения так и украшают эти стены, да? Да. Видавшие виды линолеум, обсыпающийся потолок, несвежие обои. Поверить в то, что сюда вложены миллионы, может человек только в высшей степени наимный. Ни с первого, ни со второго раза в это не поверил и арбитражный суд. Тогда необходимым компромиссом стало обращение в Сибирский третейский суд. Составили подложные документы о том, что эти помещения были отремонтированы на сумму значительно больше в пять раз, на 5 миллионов 704 тысяч. И вот эти документы всплыли в суде сейчас. Единого арбитра Сибирского третейского суда ничуть не смутило, что запись о создании подрядной организации «Сибрегион Монтажстрой» была внесена в единый реестр юрлиц только 29 июля 2009. Напомним, что договор строительного подряда датирован апреля. Именно решение Сибирского третейского легло в основу недавнего определения арбитражного суда. После чего сумма долга и неустойка – всего 9 миллионов 700 тысяч рублей для института стали реальной угрозой. Институт, работа его практически парализована. Мы не можем выплатить зарплату, потому что знаем, как только деньги поступят на расчетный счет, сразу же они будут списаны. Мы как зайцы бегаем от этих людей, которых я не называю преступниками, потому что еще не было решения суда. А был ли вообще ремонтный мальчик? Этот отнюдь не риторический вопрос, во-первых, пытаемся задать удачливому подрядчику, который, судя по документам, должен располагаться на Лазурной 16-1. Когда вот этот Сибирский регионный монтаж, строй спрашивают, чем интересуются? С какими-то бумагами приходят и все. То есть приходят и разыскивают, да? Да. А чем это может свидетельствовать? О том, что махинация однозначно. Вопрос о возможных махинациях мы было хотели адресовать и самой общественной организации права и недвижимости. Здравствуйте, хотелось бы компанию права и недвижимости. Да. А что случилось? Велено не пускать. Я вас не пущу драться, вы со мной все равно не будете. Я надеюсь, вы к этой вы драться не будете. Нет, это точно. Точно не буду. Ключевой фигурой в дискуссии «Было или не было» стал экс-директор института Виктор Саенко. Это якобы его виза стоит под спорными документами. Явно вот эта подпись, она не имеет ничего общего с теми документами, которые... Нет, у меня даже в фаспорте есть подобная подпись. Они не в курсе, как вы расписываетесь? Почему я в курсе? А почему даже не попытались имитировать? О том, что он участник этой увлекательной ремонтной игры, как утверждает сам Виктор Николаевич, он узнал совсем недавно. Такой ремонт не проводился. А почему вы об этом так уверенно говорите? Потому что я в то время работал в институте. А вообще вот с этой городской общественной организации права неудержимость по этому вопросу вы когда-то коммуницировали? Вот по имя вопроса ремонта нет никогда. Когда верстался этот выпуск, стало известно, что материалы этой истории были приняты к работе следственным отделом управления ФСБ по Новосибирской области. Продолжение следует...